Мы с вами также будем призывать благословение Божие на наше собрание. Христос сказал однажды своим ученикам, без меня не можете делать ничего. Вы знаете, хотя я не думаю, что Петр был новичок в рыбной ловле, а когда они трудились всю ночь и ничего не поймали, то тот, кто, может быть, не был профессионалом в этом деле по плоти, я так скажу, был сыном плотника, он их учил ловить рыбу. Слава Господу! И поэтому, друзья, мы понимаем, что мы также без Бога ничего не сможем сделать, если Бог нам не даст мудрости, разумения, способности, и тем более в духовной жизни, в тех вопросах, в которых мы вообще не специалисты. Не специалисты, потому что мы с вами, нам ближе земное, то, что где-то по плоти, мы это все можем потрогать, увидеть, пощупать, а то, что невидимое, то, что вечное, то, конечно, для нас, если нам никто не наставит, не объяснит, не научит, то для нас это закрытая тема. Но, слава Господу! Апостол Павел говорит, что «а нам Бог открыл это духом своим». То, что закрыто от человеческого слуха, от человеческого взора, от понимания человеческого, Бог нам открыл своим духом. Слава Господу! И сегодня мы на этом месте, потому что однажды Бог нам это открыл, и мы желаем, чтобы Бог нам еще больше и больше открывал свою истину, свое слово. И Христос говорит, в Евангелии от Матфея записаны такие слова нашего Господа Иисуса Христа с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Христос призывает всех людей, которые обремененные, труждающиеся в этом мире. И апостол Павел пишет о той суетной жизни, нет, Петр, о той суетной жизни, преданной нам от отцов, которые приносят эти заботы, переживания, это обременение. И Слово Божие, Иисус Христос говорит, что «Придите ко мне, все». Вы знаете, у Бога хватит мира на всех людей, слава Господу, на всех обеспокоенных, озабоченных, труждающихся, обремененных. У Него хватит мира, чтобы дать этот мир всем людям. Слава Господу! Вот такое могущество, богатство, благодати Божией. И сегодня мы пришли в этот день, это выходной день. Это день, когда наши руки, они могут отпустить инструменты, инструменты, то, чем мы работаем. Бог даровал человеку такой день, выходной, чтобы он мог не быть обремененным, не быть труждающимся. Но вы знаете, этого мало, чтобы просто не работать. Можно просто не работать и быть в беспечии, да, и быть в праздности какой-то. Но Бог желает, чтобы мы могли войти в этот покой, не просто иметь покой от физической какой-то нагрузки, да, от каких-то забот, переживаний, трудовой недели. Но чтобы мы могли войти в тот покой, который Бог дает. Он говорит, что и найдете покой душам вашим. Поэтому сегодня мы пришли на это место, чтобы слышать Слово Божие, которое приносит нам покой, которое приносит этот мир Божий. Мы сегодня пришли на это место, чтобы получить этот покой. Получить этот покой, как плод Духа Святого. Это мир. Чтобы мир наполнил наши сердца. И поэтому мы будем просить благословения у Господа, чтобы мы сюда пришли на это место. Чтобы Бог благословил, чтобы мы были способными принять этот мир, принять этот покой и радоваться в этом спасении, которое Христос даровал всем людям. Аминь.